Уважаемые зрители живого телевидения, здравствуйте! Добрый вечер или доброе утро, если вы вдруг в Америке, внимаете нам в прямом эфире. Добрый вечер, добрый вечер, шалом и бесседер. Я Эдуард Шульман, надеюсь встречаться с вами, так вроде бы договорено, регулярно, каждый месяц. Буду вести некий хронотоп. По форме перекидной календарь, а ещё лучше отрывной. Такие листочки. С лицевой стороны число, с обратной короткий текст. Вот с этими-то календарными коротенькими заметками хотелось бы вас ознакомить. Но почему в сентябре? Не от того только, что некоторые отдельные живут по лунному летосчислению и 30-го сего месяца перебираются в, дай бог память, 5769-й. Нет, главным образом потому, что 1 сентября день знаний, новый учебный год. Самое время, по-моему, приобщаться к истории. Помните, у маршака, как зритель, не видевший первого акта, в догадках теряются дети. Но всё же они умудряются как-то понять, что творится на свете. Эдуард Шульман 20-й век пошёл на пенсию. Это книга о прошлом. О том, что прошло. Прошло? Спрашивал Лев Николаевич Толстой. Что прошло? Изменило форму, а не прошло. Если мы прямо поглядим на прошедшее, нам откроется наше настоящее. Если мы только перестанем слепить себя выдуманными государственными пользами, нам всё станет ясно. былое, сжатое, как обручем, годовыми кольцами, представляет правителя и народ, мудреца и обывателя, поэта и деятеля, палача и жертву. По жанру байки и анекдоты. По сути, популярная история София. То есть, философия истории для такого читателя, который хотел бы понять, в какую занимательную историю мы попали. 20 век пошёл на пенсию и пишет автобиографию. шагает преснею с лихою песнею с Эйнштейном, Чаплином и мафией. Ну вот. Это вступительный календарный листочек. Перекинули? Оторвали? Теперь следующий. Тоже вступительный. В 1922 году Анна Андреевна Ахматова написала «А здесь в глухом чаду пожара остаток юности губя мы ни единого удара не отклонили от себя и знаем, что в оценке поздней оправдан будет каждый час. Но в мире нет людей без слёзней, надменнее и проще нас». Прошло 20 лет. В Ташкенте, в эвакуации, в 1942 году встречала Анна Андреевна польского художника, который после войны очутился в Париже и вспоминал. Ахматова говорила, будто подшучивая над самыми печальными вещами, словно её страдания и страдания окружающих превысили меру и не могут обсуждаться всерьёз. Вот по слухам любимый анекдот Анны Андреевны Ахматовой в переложении Александра Моисеевича Володина из кинофильма «Старшая сестра». Тамерлан осадил один город, послал гонцов, потребовал мешок золота, дали, ещё раз послал. Гонцы возвратились ни с чем, жители плачут, ничего больше нет. Ну, если плачут, найдут. И правда, собрали мешок. Тогда Тамерлан спрашивает, какое там настроение. Пляшут, песни поют, а раз так, значит, ничего не осталось. как известно, Лев Николаевич Толстой сочинил трактат, что такое искусство. Это, говорит, способ заразить других людей своими чувствами. Определение совершенно ненаучное. Ведь какая-нибудь бытовая ссора, трамвайная перебранка, служебные столкновения, ой-ой, как заражают и заряжают. Но классик сдается мне прав. И в нашем хронотопе работаем мы за поливальную машину. Изливаем чувства. А факты? Что ж, факты расставили по ранжиру хронологически. 3 сентября 1932 года погиб Павел Трофимович Морозов. Ведь он что хотел? Чтоб папаша на стороне не гулял. В семейство бы воротился. В другие времена мать либо попова жаловалась, либо на производство. Батюшка мол, Завком, Завкомыч, направь моего на путь истинный, ко всякой юбке кобель липнет, окажи, батюшка, божескую милость. Да времена-то как раз переходные, от попа к правкому переходили. Ну и выпало Павлику в переходные сумерки пастыри замещать, сигналил вышестоящим организациям. Или они лежали, сидели, нет, пока мы столько дрожали, крались на цыпочках к собственной двери и, приплюснувшись профилем, зажавши сердце, как посторонний звук, улавливали шаги на лестничной клетке. А Павлик, пионер, сигналил, что папаша его, хоть и крестьянин, бедняк, а как глава сельсовета не в ту дуду дует, за политику где похлеще взгреют, мать с Павликом понадеялись, тихо засядет, носа не высунет. Да время-то говорю, переходное, против домашнего расчета и вышло, не в семью воротили, к Богу уволокли, вышку сердешному схлопотали, и Павлик, пионер, руки на себя наложил. По бережку носится, на вновь пребывающих виснет, дяденьки кричит, тетеньки, отца моего не видали, к лодушнику подкатился, дедушка Харитон, дедушка Харитон, а старик последнюю монетку из-под щеки выгребает. За перевоз-то сам получал, денежку в рот пихали, будто в копилку. Отстань, говорит, мальчик прокашлялся. Сколько раз повторять, не Харитон я, не нещедрый, не осыпающий милостями. Запомни ты наконец, Харон, моё имя, сын Эреба и ночи. Вот на песочке тут запиши. Харон, от слова Харе, прощай, значит, и здравствуй. А Павлик своё, тётеньки, дяденьки, дедушка Харитон. По сообщениям зарубежной печати, зарубежной печати, Павлик Морозов обнаружился в Англии. И тоже вообразите белорусского происхождения. Отсюда, кстати, вовсе не вытекает, что мы выступаем против белорусов вообще. Нет, не выступаем и вам не советуем. Скажу больше. Автор явился на свет в белорусском городе с женским именем Лида. И оба, допустим, Павлика, мои земляки, только одни Морозовы подались на Урал, а другие в Великобританию. Пускай британский Павлик Литл Пол носит поэтическую фамилию Фрост. Отец его, согласно нашему допущению, встретил войну в городе Лида и служил при немцах в полиции. Ничего удивительного. Все тайное становится явным. Дайте лишь срок. И вот сроки исполнились. Газета публикует секретные документы. В Белоруссии было пятьсот тысяч партизан, а семьсот тысяч сотрудничали с оккупантами. Такое соотношение привело к тому, что в Гродненской области, где и находится город Лида, из пятидесяти тысяч довоенных евреев остались в живых сто восемьдесят. История с географией. Гродно в Западной Белоруссии и 18-20 сентября 1939 года польские части покинули город, а наши пока не вступили. Разразился погром. Может быть, родитель Павлика Фроста участвовал в дальнейших акциях, несомненно. Ушел с немцами на Запад, переселился в Англию из города Лида в город, допустим, Лиц. Занесен в список военных преступников, отрицал, возмущался, протестовал. Да, сынишка Павлик наткнулся по случаю на военные фотки, узнал отца, потрясенный помчался в полицию. «Наверное, наверное, поступил правильно, но мы лично никакой радости не испытываем, хотя в городе Лида вся наша парафия, по-московски семья от прадедушки до грудных младенцев, моих ровесников, исчезла с лица земли». Как видите, британского павлика мы натурально перевели на английский и нарекли, вы слышали, поэтическим именем Фрост, по знаменитому американскому поэту, что посетил нашу страну в 1962 году. Анна Андреевна Ахматова сказала о нем, у него столько наград и отличий, сколько у меня несчастье. Или в другой редакции. У него столько наград, как медалей у призовой собаки. «А на меня повесили всех собак». Харонова ладья. 3 сентября 1918 года казнена Фанни Каплан, урожденная Фанни Ефимовна Ройтман. По другим данным Фейга Хаймовна Ройтблат. 18 лет 1906 год то ли швыряла, то ли пыталась швырнуть бомбу, присуждена к вечной каторге, освободили после февральской революции, лечилась от туберкулеза, на допросе будто бы заявила, никакой партии не принадлежу. Почему стреляли в товарища Ленина? Считаю его предателем. Чем дольше живет, тем дальше социализм. Кто вас послал? Я мгновенное замешательство, я лично от себя. примерно то же подтвердила в письменных показаниях. 1918 года, августа 30-го дня, 11 часов 30 минут вечера, я, Фаня Ефимовна Каплан, сегодня стреляла в Ленина, стреляла по собственному желанию. Сколько раз выстрела, не помню, из какого револьвера, не скажу, стреляла потому, что считаю Ленина предателем революции, и дальнейшее его существование подрывало веру в социализм. В чем это подрывание? Объяснить не хочу. За подробностями отсылаю вас к двухтомнику Ленин, сочинение генерала Волкогонова. Глава называется «Выстрел Фани Каплан». Обратите внимание, да, с вопросительным знаком. Главная загвоздка есть и побочная. Фаня Ефимовна практически потеряла зрение. родилась на Украине четыре брата, три сестры, и покуда мотала срок, они тоже умотали в Америку. А Фаня Каплан со слепу палила в Ленина. Ейейские умники еврейской энциклопедии Иерусалим даже не включили ее в свой пантеон. А здесь на родине сама фамилия Каплан сделалась подозрительной. Обнаружена Каплан Фаня Львовна с мужем и дочерью Ильи. Со слов нашего информатора установлено, что А. Каплан брат эсерки Каплан. На вопрос от кого это известно, информатор отвечал, что от жильцов дали. Каплан Владимир Натанович умер в тюрьме. Его сестра Флора Натановна этапирована. Заканчиваю стихотворением Павлуши Каплана моего Шурина, молодого археолога, погибшего в экспедиции. «Когда меня на страшный суд на дрогах черных повезут, когда хороного ладья причалит, грозный судья задаст вопросы мне прямые, скажу в ответ «Я жил в России». знаете, не пора ли нам объявить напрямую, кто собственно я такой? Объявляю. Я Шульман Эдуард Ароныч, скромный русскоязычный автор или или не скромный русско-еврейский писатель этим, как говорил Маяковский, и интересен об этом и пишу». Послушайте сентябрьскую достаточно древнюю байку с маленьким однако же предисловием. Эммануил Генрихович Казакевич начинал как поэт и писал по-еврейски. Добровольцем пошел на фронт, был солдатом, в конце войны командовал армейской разведкой. Удостоен сталинской премии за повесть «Звезда», обруган «Задвое в степи», снова схлопотал премию «Весна на Одере», опять обругали сердце друга. Автор романа «Дом на площади», где, кроме прочего, изобразил перевезчика, офицера, ушедшего на запад. В повести «Синяя цитрать» и в одноименном кино рядом с Лениным появился Зиновьев в рассказе «Враги» Марков. Умер Казакевич в день осеннего равноденствия 22 сентября 1962 года. По слухам, оставил дневник, сочиненный специально для органов. Его вроде бы напечатали, а другой истинный, тайный, будто бы изъяли и уничтожили. Историю, которую вам расскажу, слышал я от одного человека и склонен ему доверять. «Впрочем, судите сами». Легенда. Наши Прагу освободили, а там синагога, XIII век. Идем, говорят, поглядим, Казакевич говорит, и пошли. А он по дороге разъяснительную работу ведет. Тут, дескать, чума была. Когда-то такое. Помирал народ прямо пачками. И основное детишки. Ну, взрослые, ладно, за грехи, а малолетки-то чем провинились? Вот и решили узнать, что там на небесах думают. А как узнаешь? Оказывается, есть способ. Только стемнеет, невинные души к Богу летят, а на рассвете обратно под холмик. Если такую душу поймал, а главным раввином в Праге был известный мудрец. Историческое лицо, большая голова. И чтоб душу невинную изловить, придумал он голема. Руки, ноги, все при нем. Громадная сила, но без души, без соображения. Что не прикажешь, выполнит. Как сделал? Ну, слепил, священные книги читал Кабалу, может, слово какое знал, заклинание. Главное это задача, уж больно грандиозная, небесного ребеночка захватить, бесплотный дух. Подумаешь, какой-то там робот. Замесили глину, заквасили, слепили. И голем ребеночка приволок. Ну, что там? Равин спрашивает. Как там на небе? Что слышно? Не знаю. Трясется ребеночек. я маленькой, зубами от холода клацает. Но что говорят там? А говорят там горбун. Горбун, говорят, горбун. И ничего больше не понял я. Ох, отпустите, Рэбе, второй раз помираю. А был тот горбун, любимый равина ученик. И пошли Рэбе с голем горбуну. Ночь по улицам топают. Луна, тень от голема на камнях, на европейской звонкой брусчатке по тем улицам и шагали, где Казакевич со своими разведчиками. Миновали заставу, поле, темень, луна прикрылась, трава шелестит, да тучки шушукаются. Видят хиборг от песен шатается, от музыки, от шума и смеха женщины хохочут заливисто, как мать природа их научила. Совершенно ненатурально качаются, ну и кидаешься на нее. Стой! Рэбе командует. Бац! Голем по двери не отпирают, только пуще веселье идет. Ломай! А голему что? Пнул и вошли и стоит на пороге, как наш участковый. мы когда в коммунальной квартире обитали, на родной улице, к соседке ходил, а у нее дочка подрастает и жилплощадь три на три. Ну, походил, походил, бросил, ездить далеко стало, а то, полагаю, чином повысили и начальство пальчиком стук добряк, мол, жена твоя заглянула, жалуется капитанша на личную жизнь. И вдруг звонят ему, дом такой-то, квартира такая-то, корпус третий, подъезд второй. И что же с порога он наблюдает? Догадались, да? Она та самая, коммунальная дочка, что в светелке той расцветала, и наглая какая. Негр из холодильника шампанское дерг, плечики ей поливает, ах, она жмется щелкотно, не щекотите, бобик, да, участковый думает, куда матери. Так вот, что ты делаешь, Реда сказал, когда умирают дети, наполнил дом свой блудницами и срамом. Из-за тебя гибнет народ, а ты пьешь, гуляешь и веселишься. Ребе, сказал Горбон, вы же знаете лучше меня, что ничего этого нет, есть только убогая хибарка с земляным полом и худой крышей, а все прочее. И обвел рукой пиршества все прочее игра воображения. Я Горбон, сказал Горбон, я Горбон, Ребе, и женщины придут ко мне только в мечтах. Не уж-то и мечтать мне заказано. Бог весть. в чем виноват Горбон? Меня поражает, за что покарали целый народ, за помыслы, не за действия и поступки, за помыслы одного несчастного. игра воображения, грезы. А может, была какая-то настоящая, которую он любил, ну, дочка Ребе, к примеру, дочь учителя, чтобы далеко не ходить, и встречались, скажу, за обедом, и Горбон видел отвращение на прекрасном лице. И ночью превращал возлюбленную свою в блудницу, чтоб прилетала веселая и без одежды. Но ведь в мечтах, только в мечтах, Ребе, всего лишь в мечтах. И Горбуна убили. И дочь Ребе была последняя, кто умер в городе от чумы, а Казакевич с разведчиками уже подошли к синагоге. Немцы ее не тронули. Они исторические памятники сохраняли, мало ли, пригодится, под музей блин исчезнувшего народа. И добрые люди на глазах Казакевич царапали на древних камнях имена погибших, которые ушли в небо через трубу. Или сами кинулись на проволоку, или были загрызены собаками. Из них сделали мыло по анекдоту, и даже обмылочка не осталась. Что такое репрессия и реабилитация, помните? репрессия. Это берут еврея и пускают на мыло. А реабилитация наоборот. Казакевичу и военным спустился служка. Тоже легко сказать. Где он прятался шесть веков? С тридцать девятого года по сорок пятый. Ну вот, спускается. ногу вечную тянет, ключами гремит. Желаете осмотреть? Желают. Осматривают. Служка на кладбище вывел. Все опять-таки в целости. Немцы в могилах не клупались. Зачем? Оно для музея как раз. Ну вот, господа, слушка говорит, я все показал. А глина, они говорят. Какая глина? Та самая говорят, из которой голем нас извини, подвинься, не проведешь. От Ивана не скроешься. И давай бросим Ваньку валять. Он тридевять земель пешком отмахал. Отпирай чердак. Служка, это место заповедное, слушка говорит. Прах голема, он ведь несчастье приносит. Знаем, слыхали. Вот на эту глину охота нам посмотреть. Туда немецкие офицеры даже не поднимались. Тоже сравнив. Хохочут. господа, слушка сказал, может быть, вы не поняли, но кто войдет в то помещение, с ним случится беда. Давай, давай, поощряет. Служка связку извлек, встряхнул, руки дрожат. вот, говорит, идите, сами, говорит, управляйтесь. И ключик им отделяет, а они берут и пошли. Пошли. А Казакевич остался. остался, говорю, Эмма Казакевич вместе со служкой. Что-то там бормотал вихой и бесстрашный, а те пошли. И вот уже с чердака назад друга хорошего на руках несут. Поскользнулся, видишь, да ногу сломал. И служка над ним головой качает с вековечную мудростью и терпеливостью и ключи твердой рукою забрал, вздыхая, по лестнице пробирается и потайную дверь на замок замыкает. сейчас я подумал в 20 веке или в 20 каком другом задача литературы, ее практическая функция гуманизировать общество, внедрить человечность в многомиллионную народную толщу. Вот вам заокеанская и, конечно, сентябрьская байка о некоторых, скажем, особенностях национального характера. Когда третья волна эмиграции окатила Америку, там решили подразобраться, что за русские к ним пожаловали и, как положено по науке, произвели, говорят, социологическое обследование. Составили, надо думать, анкетку с разными любопытными пунктами и, в частности, вопрошают. Если, извините, сложилась конфликтная ситуация, вы предпочитаете что? Первое. Бороться до конца? Второе. Достичь компромисса? Третье. Уступить? Ну и отвечай по принципу ненужное зачеркнуть. И что ж оказалось лишним для бывших наших сограждан, что сидели с нами за одной партой, избирали темы для сочинения образ Павки Корчагина, сдавали зачет по научному изму, получали отгул за прогулки с народной дружиной. Ведь если честно, честно, русские-то они русские, однако евреи, древний народ, пускай по-библейски жестоковыйный, то бишь упрямый, да в смысле гибкости, хорошо тренированный, что мировой, что отечественной историей. «Наше племя очень дрессированное», писал Эренбург, «мы видали девятсот пленений». Но с детства громившие соглашатели оппортунистов, новые эмигранты презрительно отвергли отступление с компромиссом. Зато в подавляющем большинстве утвердились на пункте раз борьба до конца. Вот это наше боевое рыцарское качество и окрестили в Америке комплекс Корчагина. 13-го 26-го сентября 1904-го года родился Николай Алексеевич Островский, автор сакрального текста «Как закалялась сталь». В заключение нашей сентябрьской встречи лично, простите, мемория вспоминаем Михаила Аркадьевича Светлова. Его фамилию заменили мы литерой «С» и предпослали рассказу двухстрочный эпиграф, считая, что он молится и думает за всех. Дело происходит в Литинституте на поэтическом семинаре Михаила Аркадьевича С. Место действия актовый зал. На сцене за спиной С. трибуна висят какие-то многолетние давности кумачи. Из присутствующих отмечу дежурного или как оно называлось. В общем, каждый участник семинара по очереди обязан вести журнал и фиксировать, так сказать, событийную сторону. Кого обсуждают, какие суждения. Вот он-то по нашей терминологии дежурный. В таковом звании его и оставим. Разве что с прописной буквы. Хотя помним, конечно, фамилию, знаем паспортные данные и псевдоним. Даже виделись лично по телевизору. Когда бывший дежурный, да нет, хороший парень, столичный житель, выдававший себя заодессита и остряка. Ему уж полжизни бережем некую шутку, которую надеемся употребить. Бывало, спросишь покойного. Ну, что новенького? Ответ. Шнурки от ботинок. Вот этот самый шнурки от ботинок. Но прервемся на краткий миг. Сейчас появится С.А. Современный автор. Две строчки которого выставлены в эпиграфе. А покуда позволим себе предварительное замечание. В эпоху, скажем, недоиздания Джойса и переиздания Пруста Некоторые обучались литмастерству по разгрому Фадеева. Там один герой Морозко, другой Метелица, но спутать их совершенно немыслимо. Имеется еще командир с неудобо произносимой фамилией. Так среди полезных сельскохозяйственных угодий встречаются неудобья. И его помощник Бакланов, подражающий своему кумиру, тот из ранения не в состоянии вертеть шеей, разворачивается всем корпусом. Ну и Бакланов тоже. И с большим литературным мастерством в романе объявлено внешние замашки отпадут, а суть переймется. Говорят, человек прообраз Бакланова из разгрома сделался скульптором и очутился на Колыме. Заодно с неудобным командиром, который загнулся в военном году, то бишь его загнули, чтоб чересчур не радовался немецким победам. Смекаете, да? Он, красный партизан и представитель неудобья, симпатизировал Гитлеру. И это не менее и не более удивительно, чем судьба Бакланова прототипа, который чего-то там извоял и шибко прославился, схлопотал премию, плюс обратный билет в европейскую Россию. Да местные бедолаги нагрянули к нему в мастерскую аккурат накануне отъезда, но памятник по слухам остался в Магадане или в Норильске, в Находке или в Совгавани, в Сучане на Суковом болоте. Там стоит человек с несгибаемой шеей. О ней-то и пойдет речь. Шея у С была худая и длинная, когда со временем на короткий срок он сделался местной правдой и совестью, изумленному глазу с внезапностью открывалась, да чего ж она, наша правда, картавая да кривая, с утиной головкой, на лебединой шеи. Но пора уж впустить С.А. современного автора. Вот он, по контрасту. Двухметрового роста, с жидкими глазами прибалта, и едва открыл дверь, нельзя ли, спрашивает, почитать. Валяйте, сказал С. Вполне возможно, а нам и желательно, чтобы это свершилось в тот день, когда на доске объявлений вывесили приказ об отчислении современного автора из института за непосещение. А он возьми, да и посети. Для полного эффекта тут бы и полный зал, да не было. Так, редкими шашечками, если снимать с верхней точки. А впереди по первой горизонтали С. С. А. Современный автор и покойный. Шнурки от ботинок. Этих лучше с пупа общим планом, наездом через наплыв и, конечно, синхронно в прямом эфире. То, что на телевидении именуется текст, отыщите вы в каком-нибудь сборнике современного автора зрительный ряд две головы и две шеи, связанные между собой законом разгрома. С. за неудобного командира, а шнурки от ботинок в роли Бакланова. И вот покуда длилось стихотворение или в нашем телесюжете дикторский текст шнурки от ботинок наклонялся вперед, а голова С падала на бок до горизонтального положения, и он предложил современному автору, окликая его по имени «Хотите, я сделаю вам стишок». Нет, по слогам. Сти-хо-тво-ре-ни-е. А стишок так позволяла себе Анна Андреевна Ахматова, которая, кстати, или не кстати, говорила об эс. «Я понимаю, почему вас все любят». Современный автор тоже, вероятно, любил, однако же кивнул удручённо. Эс попросил читать медленно, смолкая после каждой страфы и в паузе, в паузе выносил приговор по слогам «не на до». Нам понадобилось четверть века, чтобы почитание эс сменилось почтением к современному автору. О вдруг сказал эс. У него, между прочим, был сосед с неудобной фамилией. Однажды передавал шнурки от ботинок, сосед прибегает с потрясающей новостью. В полночь спарская башня бьёт одиннадцать раз. А в полдень? спросил эс. В полдень не знаю, а в полночь одиннадцать. Идут проверять. Визуально очень изобразительно. Главная площадь, глянец булыжника, неудобная фамилия задирает голову, эс кладёт на плечо, бам, бьют часы, о, говорит фамилия, бам, бьют часы, раз, говорит фамилия. Словом, прослушав двенадцать строк, эс дважды воскликнул о. Мы были счастливы. шнурки шнурки от ботинок скрёбал пёрышком, заполняя журнал. Считая, что он молится и думает за всех, несли эвенки малецы, несли тата и мех. А что он мог тата-та-та-та? Божишко небольшой статата деревянною источенной душой. Вот всё, что оставил эс от работы эс-а современного автора. Знаете, Михаил Аркадьевич вздохнул тот, мне очень нравится ваше последнее стихотворение. В нём, если не ошибаюсь, десять стров. Но я бы с вашего разрешения малость подсократил. И современный автор прочёл как мальчики мечтая о победах, умчались в неизвестные края два ангела на двух велосипедах. Любовь моя и молодость моя. Не бойся старости. Тара-та-та пустое. Тара-та-та-та-та водоворот и смерть к тебе. Тара-та-та простую застенчивой девочкой придёт. «И всё?» спросил Эс. «Ага!» сказал современный автор. И оба они засмеялись. Михаил Аркадьевич Светлов скончался в Москве 28 сентября 1964 года. всё. Как говорится, продолжение следует. Встретимся в октябре. Может быть, дважды. Уже больно много событий. А начну с графа Алексея Константиновича Толстого, поэта, и с его тёзки, издателя, журналиста, драматурга, антрепренёра Алексея Сергеевича Суворина. Такая переломная история. По старому стилю в сентябре, по новому в октябре. Ну и простимся до октября. Всего вам доброго! Уважаемые зрители Живого ТВ, до свидания! Двадцатый век пошёл на пенсию. Надеюсь на обратную связь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова